Смите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Ольга, Анатолий, Андрей, Екатерина, Юрий, Надежда, Роман, Сергей, Янец, Татьяна, мы усердно к вам пробегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева твоего, ибо ты благословенна, ибо ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, фамилию от самого духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подавим твои земные и небесные блага, не лиши их милости твоих, посети их, укрепи силы твои дары, здравие, спасение души, ибо ты благо любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей моих, родственников, благодетелей и всех православных христиан, и прости им все и грехи вольные и невольные, и дару им царствие небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих, прадцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославляйте, как Богородицу, всегда блаженную и пронепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради Пречистой Твоей Матери, Преподобную Боголосных Отцов наших и всех святых, помилуй нас, аминь. Господи. Наш милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Твою, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Господи, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианинами, полезными людьми. Дай им здравия, душевный и телесный успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей. От всяких нечестивых, беспорядочных людей ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помолитого Пречистой Матери и всех святых. Приведи его к тихой пристани Твоего Вечного Царства, чтобы он вместе со всеми праведными всегда благодарил Тебя с единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи, Боже наш, воззри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума и благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и узволили изучаемые им предметы, и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближних и восторг. Звук провал. Зависит компьютер, что ли? Все зависло. Все зависло. Все зависло. Зависит компьютер, что ли? Продолжение следует... Теперь слышно. Кто слышит? Все слышат? Слышно, Игорь Тихонович? Слышно. Буду молиться дальше. Слышно, но картинка зависла. Спасибо, Господи и помилы, от самого духовного родителей, сродника, благодетели, митрополита Илариона, епископа Евтихии, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Алик Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть в вузах, дьяконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Тихона и весь священнический иноческий чин. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и наймдающего священника, если угодно тебе. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них. И через них сотвори, Господи, благое церкви твоей, дабы издавали мудрые законы, чтоб человек мог достойно жить, дабы было из чего уделять нуждающимся. И сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Норсултана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, Господи. И научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам, Господи, добрых помощников, наставников, советников. И в этот день нас сохранят всякого рода зла и греха. И благослови встречи, и рассуждения, и молитвы. Сохрани нас здесь, Господи, селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, и сына ее Владимира, обрати к вере, благослови, Людмилу, и любовь Владимира, Алексея и Иосифа. И прищи добрых жителей с детьми, знающих Тебя, любящих уставы Твои. Сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадой, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексину. Расширь пределы общин. И благовестием Твоим пробуди сердца людей. Спаси и помилуй Екатерину, Валентину, Надежду, Анастасию, Наталью, Роману, Игоря, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, И Самеру на идею обратить, дабы не верила за пророчество. И Екатерину, Екатерину, Галину, благослови. И всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. Найди все наше расстройство. И Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марии, Татьяну. И Романа, Господи, от духа лжи, упрямства, самомнения, благослови путешествующих Раису, Льва, Виктора, Виталия и возврати их в мире. Я от пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. И возри на угрозы врагов. И не дай исполнить их злым намерением во зло церкви и душам нашим. И в судный день, Господи, не помяни их безумия. Найди, обрати и примирись с нами Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея, Тих всех знаешь их, Господи. И благослови благодетелей наших воздаем добром. Елену, Людмилу, Нанилу, Татьяну, Александру, Евгению, Наталью, Надежду. Юрия, Аллилуйя, слава тебе, Боже наш, слава тебе, спаси, Господи болящих. Дай силу перенести страдания и пошли мы исцеления. Валерия, Илариона, Кирилла, Надежду, Неанилу, Неанилу, Александру, Анну, Анастасию, Младенца. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезнь, за друзей и за врагов. Ибо твоему благоволению все свое время может оказаться на пользу. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Сохрани наши сокровища в интернете и книги здесь и в пути. И помогающих нам Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Андрея, Андрея, Валентина, Вячеслава, Дмитрия. Найди и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва Вочи. Свят, свят, свят Господь Савауф. Вся земля полна, слава его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в тебя, это чудный дар неба. Страх пред тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими и покроем опором любви Твоей. Воззай милостью, Господи, всем помогавшим нам в путешествии. Павлу, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Людмилу Надежды. Их всех знаешь. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю тебя, мой мой ангел, за эту ночь и по сей день, сколько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей, только вечность откроет это. Прошу тебя, мой ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, Претеща Христов, моли Бога о нас. Но учи нас, Господи, житель в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не завидовать никому и не роптать, и быть во всем экономным, и видеть нуждающихся в нашей помощи. Аллилуйя. Святитель Христов Николан Берликийский, чудотворец, моли Бога о нас. Укрепи народ твой, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обречать и каждому даже жилье Сергею Гавриилу. Морите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездрине, Еми, Амус, Наум, Исаия, Иеремия, Варов, Иезеки, Иосия и Аиль, Агей, Сафония, Захарий, Малахе, Давид, Нафан, Данил, Отреки, Пророк, Михей, Аврам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными ли добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью, Аллилуйя, и благослови приезд Алексея сюда, и все устрой по воле Твоей, Святой. Только ты знаешь, Господи, Татьяну, Тамару, помогавших по открытию музея, благослови их и пошли нам добрых советников и помощников в этом деле, и укрыти, Господи, притязания, не принадлежащие ему Максиму. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы к престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Молите Бога о нас. Дарует Господь жажду исследовать Священное Писание и жить по Нему, исполняя святые заповеди Твои. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликапс, Минский, Юстин, философ, Косма и Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысл ритиков в ничто преврати и развей. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Феопла, первомущеница, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание. Соломудрие и стыдливость женам и девам и сохрани их от всяческого поругания. Избав от непокорства Галину семейства Евгений и надежды, И прими, Господи, нашу молитву и возделяние рук, как жертву вещей, благоухание приятное, перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Господи, Владыка, живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашьми. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, ежене осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, будь милости в камнях грешно. Боже, очисти меня недостойно. Благодарю Тебя, милости Твоей. Испытал во всю жизнь. И непрестанно и всюду. Хвала Тебе, мой Господь. Слава Тебе за это избрание, которое Ты совершил над нами и дал дивный дар веру в Тебя. В неложные обетования Твои помочь пройти этот жизненный путь, прославляя Тебя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прости мои согрешения тайные и явные, в уме и в помышлении. В дни и в ночи и в оседней жизни. Ибо Ты благо человека любишь. Аллилуйя. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, сребролюбия, не дашь тьми. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй мне работу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, чтобы не осуждать брата моего. Ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну что, Сергей Павлович, давай там смотри по порядку, что у нас идет. Там занятия пропустите и дальше бери. Господи, Владыка, живота моего. В четверг на следующей неделе вечером в последний раз считается. Ну, так говорят. Вот интересно, на этой неделе, завтра в субботу, разрешается есть икру, а рыбу нет. Думать это надо все так. А воскресенье уже с рыбой. Таша, Сергей, ты хорошо все еще узнай. Ты слышишь меня, нет? Да. Ты, я тебе говорил, написать, как плакатик такой, на нем написать шахматоп и держать над головой высоко. И подойти в первые ряды, где встречающие. Ты это сделал? Нет. Тогда поручи, я сделаю. Да, Игнат Игоревич, мы же друг друга в лицо знаем. Мы общались в интернете с Алексеем. Чего мы? Не узнаем друг друга, что ли? Ну, если ты так делаешь, что так. А я вот один раз увидел в Америке, встречает и понял. Это здорово. В толпе поднимает руку. А не надо. Только лень матушка может отвергать опыт такой. Представь, толпа идет. Человека толкает. Он в очках, плохо видит. А я так лучше. Это лучше, когда сидим дома на печке. Не лучше это. Крупно. И надо в первый ряд встать, чтобы он увидел. Чтобы он успокоился, что его встречают. Неправильно рассуждаешь. Неправильно. Я же не о себе говорю-то. Человек идет в аэропорт. Я в Нью-Йорке выхожу. А они над головой. Там народу много-много. Высоко. И там написано. Моя фамилия. Я сразу туда направился. И меня под руки. Вот все. В Вашингтон, если я приехал. Никто не встретил. Ну, куда дело-то? Походил, походил. По перрону-то. Пошел в полицию. Вот так. Я испытал это неправильно, когда встречают. И лишь бабы как. Что, что делаешь, делай, как для Господа написано. Мой Господь приезжает. В его лице. И мы должны его принять, как Господа. Что сказать? Я все эти дни молюсь. Что? Уже, наверное, перемолотил пол Библии. А время-то полтора часа все. Он еще и задавать вопросы должен. Какие? Как ему ответить? У меня несколько вариантов ответа. А ответить вообще. И ответить так, чтобы конкретно ему было. Он-то какой? Мне его надо разбудить. А меня предупреждают. Вы с ним аккуратнее. Это журналюга. Он только ищет, чтобы больше посетителей был. Ну и правда. Он сразу, прямо в разы увеличилась посещаемость его. Я и эти слова должен услышать. В такую даль ехать летит. Это чего-то стоит. Оно это. Как его принять? Договориться заранее, чтобы воскресенье рано его привезти. Чтобы он минут за 15 до 8 часов был здесь. Его предупреди. Сразу скажи, что с соглашенными выходить придется. У нас такой был журналист. Тоже не журналист. Да, журналист он. Ну, Макаров Сергей Сергеевич. И Лобня там где-то. Он 10 лет был корреспондентом комсомольской правды в Москве. И когда начали молиться, батюшка сказал ему. Так он, батюшка, да вы бюрократ. Это как же так? Это я везде ходил, причащался. Батюшка говорит. Ну, покажи смирение. Ты приехал. У тебя никакой бумаги, никакой нету. Ставленная грамота. Или как священник наш едет. Он же с собой берет. Я мирянин. Мы с собой выписали справку. Поехали. В любом месте, чтобы нас приняли. Ну, ладно тогда. Согласился. Он как раз это и запомнит. Что тут все-таки отделяют чистое от нечистого. Я знаю, как он будет регулировать. А какой он? Он о себе еще может сказать. Как ребенок. Жизнь вся исковерканная. На этом каменистом поле надо посеять, чтобы что-то выросло. У меня задача-то непростая. Вчера слушаю проповедь. Это выступает Георгий Максимов. По соглашению молитвы, как он говорит. Мне надо на каждое слово и кратко ответить. Почему они против этой молитвы. И не просто ответить, как они отвечают. А что говорит об этом Святая Библия. То есть Дух Святой. То есть люди святые, движимые Духом Святым, написали. Это ему никто еще никогда не отвечал так. Ему самому это надо. Что это? Я должен только из Библии показать. Взять с собой Библию. Сразу, чтобы он знал это. За нами заехать. Прямо сразу оттуда из гостиницы. Я и Галина едем, двое. Давай, считай, с Богом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. О исповеди. Но я открыл тебе грех мой. И не скрыл беззаконие моего. Я сказал. Исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31, 5 стих. Кавычки открываются. Как человек, крещаемый человеком, то есть священником, просвещается благодатью Духа Святого, так и исповедующий в покаянии грехи свои, приемлет оставление их через священника благодатью Иисуса Христа. Афанасий Великий. Еще цитата. Без сердечного сокрушения невозможно освободиться от пороков. А сердце приводится в сокрушение трояким воздержанием от сна, от пищи и от телесного покоя. Нил Синайский. Часто сейчас в храмах идет общая исповедь. Кто и хотел бы в частном порядке исповедоваться, то священник не делает этого, ибо не отгоняет хотя бы на несколько шагов других исповедников, слушающих повесть чужой жизни, ибо привыкли смотреть телесериалы. Кавычки открываются. На общей исповеди власть ключей передана ему, кающемуся, и за священником оставляется, лишь обрядовая форма. На общей исповеди кающийся не исповедует своих грехов, но исповедовать значит открыто признавать их. На общей исповеди, когда сотни людей в один голос произносят грешен, нет никакого скрытого свидетельства о грехах, а потому нет и никакой исповеди их. На общей исповеди нет двух самых главных условий с содержанием благодатного таинства. Право священника отпускать грех, ибо он не имеет права отпускать грехи по безотчетному произволу, и право у исповедующегося получать отпущение, ибо по учении церкви это право дает лишь устное исповедание грехов. Что касается третьего условия таинства, право духовника налагать эпитемий, то оно вовсе отпадает при общей исповеди, ибо не зная греха, невозможно врачевать душу согрешившего наложением наказания. Всячески стоит позаботиться о полном открытии грехов своих. Господь дал власть разрешать не безусловно, но под условием раскаяния и исповеди. Если это не выполнено, то может случиться, что тогда, когда духовный отец будет произносить «прощаю и разрешаю», Господь скажет «а я осуждаю». Общая исповедь стихийно приобрела широкое распространение. Трудно и стыдно признаться в своих грехах в личной исповеди, но приятно, душевно, легко и успокоительно всплакнуть вместе со всеми на общей исповеди. Более или менее талантливый проповедник растрогает сердце, плачущий сосед еще усилит умиление, и вот, без всякого труда и подвига достигается в кавычках «покаянное настроение». Иногда очень сильное, но в большинстве случаев бесплодное, ибо оно происходит не в результате внутренней работы, а лишь как эмоциональная разрядка отягощенная грехами души. Покаянные слезы на личной исповеди омывают исповеданные грехи. Слезы же на общей исповеди чаще всего свидетельствуют о самоумилении, самолюбовании и в конечном итоге служат не для разрушения горделивого самомнения, а для утверждения фарисейского чувства собственной праведности и самопревозношения под видом смирения. В миру нет потребности выставлять на позор свой грех, там стараются скрыть его, там нет надобности так раскрывать душу, чтобы обнажить самые темные ее закоулки. Нет надобности в духовном руководстве, ибо каждый стремится жить своим умом. Там смешны и ненужные петемии, ибо они требуют смирения и послушания, а в миру более всего дорожат независимостью и своеволе. Мирская жизнь заставляет и страдать, и мучиться, впадать в отчаяние, потому хочется иногда человеку пожаловаться, поплакать слезами, которые ни к чему не обязывают, и успокоенным уйти домой. Вот почему общая истоведь так желанна многим. Она соответствует духу мира сего. Подделка тонкая, имеющая множество оправданий, в том числе и объективных, но тем не менее подменяющая таинство и церковное устроение души, чем-то внешне очень привлекательное, но исполненное мирской стихией. Общая исповедь внедряется в церковную жизнь, заломая устав и опыт благочестия, отрекаясь от церковного предания, повреждая самое существо таинства. Часто можно слышать от церковных людей ссылку на опыт протоиерея Иоанна Сергиева Кронштадтского, проводившего общую исповедь. Неужели и он мог служить делу обмерщения и сознательно противопоставлял себя преданию церкви? Это было его личным дерзновением, за которое он ответствует пред Господом. Но нам он не только не заповедовал следовать его примеру, а напротив оставил в качестве руководства явное указание следовать уставу и совершать личную тайную исповедь. Исповедовать в грехах надо чаще и для того, чтобы поражать, бичевать грехи открытием и признанием их, чтобы больше чувствовать к ним омерзение. Надо на исповеди без утайки все свои срамные дела открыть духовнику, хотя и больно, и стыдно, позорно и унизительно. Священник врач духовный, покажи ему раны, не стыдясь искренне, откровенно, сыновнею доверчивостью. Цитата «Умершие люди, если видят, что дела, совершенные на земле, вызывают хотя бы невольный соблазн, скорбят, и душа протеерея Иоанна не может не скорбеть, видя соблазн общей исповеди». Серафим Чичагов Надо помнить эти слова всем, ссылающимся на протеерея Иоанна Сергиева в оправдание общей исповеди. Ставя свое церковное беззаконие в связь с великим пастырем, они увеличивают его скорбь. Настольная книга священнослужителя, том 8, страницы с 473 по 477 «Священство есть таинство, в котором Дух Святой правильно избранного через рукоположение святительское и епископское поставляет совершать таинство и пасти стада Христова». Итак, «Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей таин Божьих». Первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Цитата. «Итак, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Книга Деяний, 20 глава, 28 стих. В Церкви Христовой три степени священнослужителей. Первое «Епископ». «Он не только совершает таинство, но имеет власть и другим через рукоположение преподавать благодатный дар совершать он и Цитата. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Послание Титул, 1 глава, 5 стих. Еще цитата. «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». 1 Тимофея, 5.22. Таинство священства совершается только в чине архиерейского служения литургии. Рукоположение воепископа по чтении Три Святого пред чтением апостола совершают не менее, чем два-три епископа. Цитата. «Епископа допоставляют два или три епископа». Апостольское правило первое. «При Свитер или то же, что священник по-церковно-славянски поп, протопоп, рукополагается епископом после херувимской песни. Священник может совершать все таинства, кроме хиротонии. Рукоположение». Третье. «Дьякон не может совершать таинства, но обязан помогать при совершении таинства епископу или священнику». Цитата. «Учреждение иерархии не дело человеческое, а Божие». Игнатий Богоносец. Главные дары священства указаны в Библии у святых отцов. Цитата. «Дар сострадательной любви к своим духовным чадам, если принимает таинство с чистым намерением служить спасению людей и славе Божией. Духовную любовь не рождает что-либо земное, она исходит свыше, с неба и дается в таинстве священства, но усвоение и удержание сего дара зависит и от стремления человеческого духа». Иоанн Златоуст Цитата. «Чтобы, если замедлит и знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». 1 Тимофею 3 глава 15 стих. «Рукоположив же им пресвятеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Книга Деяний 14.23 Еще цитата. «Их поставили пред апостолами и сии, помолившись, возложили на них руки». Деяний книга 6 глава 6 стих. «Христос поставил апостолов в пости церковь свою, они рукоположили епископов, те следующих и так до наших дней. Если же где существует перерыв, как у еретиков сектантов, там где нет священства, а есть самозванство и гибель, числа 16 глава. «И им грозит за восхищение недоступного им священного звания то же наказание сошествия в ад». «Тем присветерам надлежит следовать, которые в церкви, преемственно происходящим от апостолов и и по благоволению Божию вместе с преемством епископов получили дарование истины». Ирине Леонский, книга 4, глава 26. Библейская цитата. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам». Евангелие Теана, 15, глава, 16 стих. «Священство есть что-то страшное, власть его великая, достоинство и служение его из числа величайших даров Божиих. Сам Павел страшился при взгляде на эту власть». Златоуст. «Если священник принимает это таинство с чистым намерением служить славе Божией и спасению людей, то в нем открывается дар сострадания и любви к своим духовным чадам». Вот почему и нужно епископу тщательнейшее исследовать, кого он думает рукополагать, чтобы не получилось, как говорит Иоанн Златоуст, вместо полагающих душу за овец поставили кучу поваров, которые отъели шеи как у быков, которые завели наложницы вместо жен, которых пьяных ведут с вечеринки. Восьмой том, страница 707-30. В житие Папы Льва от 18 февраля страница 323-й сказано Незадолго Незадолго до смерти он пробыл 40 дней у гроба святого апостола Петра в молитве и посте, умоляя, чтобы он просил у Господа да отпустит ему все благие Бог его прегрешения. Явился Петр и сказал, Я молился за тебя и отпущены тебе все грехи твои, кроме грехов, которые ты совершил при хиротонии других на священные степени. Лишь о том ты будешь отвечать, законно ты рукоположил кого или нет. Еще цитата Архиереи отвечают за все, что натворят рукоположенные ими. Златоуст если бы всегда выбирали лучших. При рукоположении Архиереи поизносят молитву цитата Божественная благодать излечивающая всегда все ослабевающая и восстанавливающая обессиленная этого весьма благочестивого дьякона имя рек возводит рукоположение моим вам присвятера помолимся же о нем да снизойдет на него благодать присвятого духа кавычки закрыты пастырь должен жить хотя бы одним дыханием со своими овцами и какое горе ему если цитата хотя бы одна овца погибнет по твоему нерадению тебе не хватит всей твоей жизни чтобы рассчитаться за нее златоуст цитата кто изнемогает с кем бы я не изнемогал кто соблазняется за кого бы я не воспламенялся второе послание коринфянам 11 глава 29 стих еще цитата дети мои для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится в вас Христос послание галатам 4 19 еще цитата мы Христово благоухание спасаемых и погибающих второе коринфянам второе коринфянам вторая глава 15 стих действуя на посолах примером собственного душевного устроения священник должен быть неукоснителен к богослужению молитвен духовен не сребролюбив воздержан отец духовным чадом кроток брат со служителем должен быть свободен от душевных недугов чтобы врачевать других цитата но усмиряю и порабощаю тело мое дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным первое коринфянам 9 27 должен всегда проповедовать цитата ибо если я благовествую то нечем мне хвалиться потому что это необходимая обязанность и горе мне если я не благовествую 1 коринфянам 9 16 ибо христос послал меня не крестить а благовествовать не в премудрости слова чтобы не упразднить креста христова 1 коринфянам 1 глава 17 9 стих цитата предстоятели церквей должны во все дни особенно же во дни воскресные поучать весь клир и народ словесам благочестия избирая из божественного писания разумения и рассуждения истины и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов если будет исследуемо слово писания то не иначе да изъясняют он разве как изложили светило и учителя церкви в своих писаниях и сими более да удостоверяются нежели составлением собственных слов дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего ибо через учение вышереченных отцов люди получая познание о добром и достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут недугов неведения но внимая учению побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение 6 вселенский собор 19 правило цитата братья видите ли сколько благодеяний изливает на вас творец и спаситель через священников Иоанн кронштадтский цитата не не ради а пребывающим в тебе даровании которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства первое послание тимофею 4 глава 14 стих на 6 вселенском соборе правило 14 15 святые отцы решительно запретили поставлять в дьяконы ранее 25 лет а в священнике ранее 30 лет а если такое совершилось они должны быть извергнуты ибо и Христос вышел на проповедь не ранее 30 лет цитата правило святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем дабы вопресвятера прежде 30 лет не рукополагать если бы человек и весьма достоин был но отлагать до увлеченных лет ибо Господь Иисус Христос в 30 лет окрестился и начал учить подобно и диакон прежде 25 лет и диакониса прежде 40 лет да не поставляется и по диакону поставляется не прежде 20 лет возраста если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет да будет извержен против этого правила воюет везде находя себе извинения под словом нужда существует везде возраст приема в армию в президенты в супружество а эти человеческие законы мало кто считает пустыми лишними здесь же правила принятые трубами Духа Святого повсеместно нарушаются хотя бы до уреченного возраста оставалось не более нескольких месяцев необходимо архиереям мысленно поставить себя перед предсомном собора и прикословить им не заочно это правило нарушалось особенно на Руси почему стоглавый собор специально этой проблеме посвятил три правила 25 80 89 да не нарушается да извергается из сана ранее уреченного срока поставленные новая скрижаль страница 307 Симго Солунский глава 177 посему и называется пресс-витер то есть старейший переживший возраст юношеский по летам должен быть возрастом уж совершенный потому что он поставляется иереем христовым и учителем и совершителем божественных таинств цитата я не спешил быть пастырем у тебя порог иеремия 17-16 и что же и патриарх никон и протопоп авакум поставляются в 21 год и чуть старше и далее нарушение этого правила идет у старообрядцев у московской патриархии у зарубежной церкви и с таким упорством и постоянством как бы и не было правила святого вселенского собора и всюду тоже сергиевское оправдание беззакония но в ту же сторону спасать церковь иначе некому будет спасать людей если безусых мальчишек не поставит на самую ответственность в мире должность священствовать хотя были единоличные рукоположения в епископы ранее уреченных лет 20 ноября Нирьеп Феодотом поставлен епископом Феодотом поставлен 12 августа Григорий чудотворец один поставил Александра в епископы в Каманах 22 июня Евсевий тайно ходя в одежде воина рукополагал в епископы единолично сколь ответственен акт рукоположения не потому ли Игнатий Ростовский чудотворец 28 мая повелел положить в свой гроб список тех кого он рукоположил значит не боялся ответа достойных рукополагал память 3 января Савва освященный считал сам священство корнем честолюбия и на служение приглашал на время священника не держа у себя 23 января Климент Анкирский рукоположен у епископа когда ему было не более 20 лет 15 декабря Элифферий в 15 лет дьякон 17 пресвитер 20 епископ более того 19 апреля Трифом царь Феофилакт решил поставить в патриархе своего сына в 16 лет 820 год когда была действительно нужда то сам Бог устами детей воздвигал измерян достойных и в 6 дней возводили в патриархи 6 февраля патриарх Фотий святитель Тарасий в патриарха в 7 дней 30 августа Геннадий цитата многие архиереи православные уклонились в симонию за деньги поставляли священство когда таких искателей счастья узнал Иоанн Златоуст 13 ноября он изверг много епископов и священников как совершенно не соответствующих своему сану а сегодня такие горя пастыри создали из себя кумиров идолов как говорит Василий Великий цитата так же позлощены и так же безгласны действуют как антихристы как обличает их святитель Иероним Стридонский память 15 июня для очень и очень многих сам стал просто кормушкой где ни за качество ни за конечный результат никто на земле не спрашивает 21 июня Симеон Еродиво изображал таких цинников алтарных надевавшими вместо араря колбасу и макавшим ее в горчицу и евшими сладкая жизнь поповская кончится горчицей гиенской кто сегодня скажет искренное священство не верьте мне если слова мои не сходятся с Библией как сказал Кирилл Иерусалимский чтобы выговорить эти слова как минимум необходимо научить людей священному писанию и самому говорить слово Божие не по бреду своего больного ума но страхи Божии 25 января Григорий Богослов назвал собор епископов гусями и журавлями пихающими друг друга встал и ушел от них православный патриарх феофил 13 ноября гнал златоуста и с православным епископом фа арет трием на горных тропах искали убить Иоанна и с ним в группу захватов ходили только православные монахи 4 февраля Исидор Пелосиот гневно обличал своего епископа а епископ Флавиан 18 февраля говорил цитата епископы возлюбили тьму угождая более земному царю а 7 апреля Георгий Исповедник видел в видении на горнем месте вместо епископа стоит дикий кабан уши хвост его обрезанный прообраз сергианских архиереев отдавших всю власть сатанистам и соглашавшимся в кавычках спасать церковь через предательство церкви даже Макарий Египетский 19 января удивился что за каждым богослужением присутствует в церкви сатана и на месте отсутствовавшего настоятеля стоял осел а пять недель непричащающаяся женщина превратилась в лошадь и пока не будет исполнено в храме на литургии оглашенные языдити все в храме будет лишь похожим на бесплатный концерт цитата посомы просят иному пастырю некоторую быть может сухость посомы простят иному пастырю некоторую быть может сухость и суровость которые свойственны иным характером простят ему даже его слабости но никогда русский православный человек не простит священнику неверия или неблагоговейного небрежного внешнего формального исполнения своих пастырских обязанностей не является мелочью и то как пастырь относится к внешнему своему облику настольная книга 1 глава 720 страница 1 особенно любят говорить что каким бы ни был пастырь а вот благодать от него все же не сходит забывая что Бог цитирует не имеет надобности в муже грешном Сирахам 15 12 скрывая за сакраментальными ответами лжесмирения как же не допустить к мочению лбов и причастию в тот же день тех кто сегодня только заскочил в храм по пути на базар говорят мы мы их спасаем а потом благодать довершит цитата не говори ради господа я отступил ибо что он ненавидит того ты не должен делать Сирахов 15 глава 11 стих вся библия до краев переполнена гневными словами о злых пастырях которые пасут самих себя а не овец цитата но и эти шатаются от вина избиваются с пути от секеры священник и пророк спотыкаются от крепких напитков побеждены вином обезумели от секеры в видении ошибаются в суждении спотыкаются урок Исайя 28 7 цитата и вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным стал бом и медную стеною на всей этой земле против царя Иуды против князей его против священников его против народа земли сей про Кремии 1 18 цитата и пророки станут ветром и слова Господня нет в них над ними самими пусть это будет Иеремия 5 глава 13 18 стих еще цитата выхожу я на поле и вот убитые мечом вхожу в город и вот истоевающие от голода даже и пророк и священник бродят по земле бессознательно порок Иеремия 14 глава 18 32 и 32 глава еще цитата беда пойдет за бедою и весть за вестью и будут просить у пророка видения и не станет учения у священника и совета у старцев Иезекир 7 26 еще цитата слушайте это священники и внимайте дом израилев и преклоните ухо дом царя ибо вам будет суд потому что вы были западнею в массиве и сетью раскинутую на фаворе прохосия 5 1 цитата главы его судят за подарки и священники его учат за плату и пророки его предвещают за деньги а между тем опираются на господа говоря не среди ли нас господь не постигнет нас беда пророк Михея 3 глава 11 стих еще цитата и так для вас священники это заповедь если вы не послушаетесь и не примете к сердцу чтобы воздавать славу имени моему говорит господь Савауф то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю потому что вы не хотите приложить к тому сердце вот я отниму вас плечо и помет раскидаю на лица ваши прок малахия вторая глава с 1 по 3 стих все однако на сегодня ты там отмечай отмечай на 6 томов надо было лопатить 3 фразы и она златоуст это 12 томов надо было найти выписать это только бог мог сделать почему у них нет такого материала ни у кого ну неужели этот георгий там максимов сидит и будет они обвешивались как клещами весной шея быка званиями там кандидаты преподаватели а бог это не знает это серианцы стопроцентное любой власти будут угождать как Жириновский когда там сцепился салой борисов угощевывает а вы под любого правителя подстилались проститутки учите нас как учить а почему это же так но так по мерзки все судят а дружба с миром есть вражда против бога прелюбодеи прелюбодейцы хотя бы он монах был прелюбодей то есть проституты Яков 4 глава 4 стих вот это чтобы мне Господь позволил все сказать это уже завтра будет я прошу всех усильте молитву а он там издевается сидит общая молитва это как что со знаменами то друг кощунник Георгий я говорю Максимов я послушал что на молитве по соглашению говорит он совершенно неверующий человек страха Божия никакого нету Писание не знает а звания какие-то его сидит мертвец зловоник за три версты от него идет как он кинется только показали на ткачево он мгновенно кусать начинает про меня спросили один раз он не встречался ничего все псевдо псевдо и лжи вот они сидят перед миром кривляются косоротятся а каждое слово в обвинении будет на страшном суде вот смещенники какие они должны быть если Господь благословит если благословит ну я не успею сказать только книгу ему подарить могу к истинному православию она далась мне ой как трудно ну не труднее чем симфония на неканонические книги ну там просто техни техника и вот мы считаем сейчас и вы это распространяйте всячески потому что здесь только фразы взяты места описания святых отцов каноны они все попрали ногами приготовили престол антихристу в храмах не зря это молва идет что это святые говорили что венчать царство антихриста антихриста будут православный патриарх вот об этом говорит Осипов Осипов говорит что если примут где-то антихристов в первую очередь в России все готово царя батюшку надо искупителя царь искупитель табакур искупитель ну то есть болезненный народ больной наголу ну я все отхожу от вас друзья мои срочные вопросы есть какие никого нету все тогда так Сергей Павлович сделай как я говорил сделай надпись или ко мне заехать тебе я напишу Надежда Васильевна умеет писать написать шахматов и все на листе крупная бумага написать шахматов чтобы над головой было он тебя может забыть а увидит а ты смотри на него у него такая мефистофелевая бородка там все выбритые и в очках ну человек приезжает мы должны всячески оказать ему честь и внимание ну покажем покажем да там нигде не задержится мы в храме с Галиной ждем дело в том что он у меня в лицо знает но я сделаю табличку сделаю ну конечно потому что ну не дай бог пройдет мимо и потом искать придется драгоценные минуты уходит а потом у сердца человек там уже другие вихри будут веять он вчера собирается ехать а на него везде куда ты поехал до Керетикам мы на тебя вроде ставку ставили а ты такой уже его предпринимателей записали увидели чтобы Головин обо мне назывался положительно очень положительно себя назвал моим учеником так они сейчас на Головина его друзья бросаются митрополит Сергий приехал который Алтайский Барнаульский и на него бросились то что он с нами хороший то есть это бешеные псы я их называю Кодла Патриаршая бешеные псы которые Изавель съели но митрополиты поднимают голос за то что по хорошему он с нами то есть у него должность им обязательно должен кто-то кого он грызть должен и разницы нет он щелкает зубами ну кого еще и вдруг кого-то назвали он даже не смотрит ни на что не смотрит у него 10 препятствий было в первую очередь наш возраст он обратился как говорит к Богу как он обратился я говорю о Максимове Георгии где-то там уже после 20 лет но совершенно разная жизнь но у него есть положительный он бороду не трогает там такая борода слабенькая о каком-то Владимире Дмитрии сказали там ему он его бросился со всех сторон его грызет а у того такая борода что этих 50 надо бород Максимовых интересно так но у него крест на груди хороший без всяких набалдажников искривлений я обязательно подчеркну это хорошее я увидел у него в трех трех 30 лет позже 30 лет 35 вот три положительных момента которые я в первую очередь стараюсь найти даже во враге самое полезное все отошел подождите Игнать Тихонич еще минутку внимания значит два таких вопросов вы говорите вопросы которые он будет задавать вы можете прочесть под его роликами пусть Сергей Евтушенко сюда в чат скинет там уже под его роликами столько вопросов задавали что на два дня хватит мне надо отвечать очень кратко местописание мне если бы третий человек был чтобы быстро открывал местописание которые засчитывать вот мне что нужно тебя трогать нельзя ты снимать будешь не спи смотри цифры бегут не бегут этот момент нельзя упустить он тоже будет записывать мы его еще утащим к себе вам можно будет взять ноутбук у Надежды Васильевны и цитату из Библии поисковик по нему читаем если можно то еще кого-то взять чтобы снимал один сидел на Библии и сразу зачитывал мне это крайне необходимо ну вот Надежду Васильевну возьмите кого Надежду Васильевну у нее есть цитата что делает во время атомной войны белую просто не обернись подвозь забор на кладбище что уж так что она не умеет цитатой из Библии пользоваться ну перестань я тебе еще плохого сделал что ты меня яму роешь она увидит когда снимают как матушка она полуоборожье состояние наступает и все время голова кружит еще второй момент значит смотрите самолет прилетает в 17.10 минут 40 там обычно и там багаж все это уже будет почти 6 а в половине седьмого нам надо быть в студии то есть по времени я могу за вами на старый базар и обратно а студия находится Малахова Власихинская перекресток это обратно надо будет ехать поэтому вам нужно подстраховаться и если вы не будете послушайте меня внимательно Игнать Ильич не перебивайте Сергей необходимо дальше говорить все понятно не перебивайте слушай ты звони нам может быть мы с кем-то договоримся нас повезут туда но ты я позвоню если по времени будем не успевать мы сразу тогда к студии подъедем вам надо будет вам надо где-то в 6 часов будет выехать вот то есть я должен буду у вас быть в 6 часов если я в 6 часов у вас не буду успевать вот потому что ну полчаса где-то ехать от вас до этого ну минут 20 пока там чтобы нам не опаздывать съемка начнется в 7 но нам надо быть за полчаса там но если мы с Галиной выйдем на Ленинский проспект это лучше? да может да там 2 минуты до вас ехать ну выйдите лучше конечно там там минута там минута это не 2 минуты пока ты останавливаешься заходишь а мы будем стоять как раз Ползунова и Ленинский ты смотри когда едешь там может мы дорога еще идем а ты нас увидишь и звони если как только к нам дорогу направлять на меня сразу выходи или на Галину где мы не забудь это так у вас подставка это одна под камеру треножник? да треножник один конечно один а у тебя есть он? нет у меня ну я куплю тогда ну я не знаю это сказать так ты не забудь переходник и провод взять длинный провод потому что после этого пресс-конференции они назначают 7 встречи с 7 не с пол седьмого встреча с 7 начинается ну он мне сказал что пока там все подключат все там это расставят расставят надо там быть пол седьмого до десяти он откупил эту студию поэтому в девять где-то он с вами закончит или пол девятого и с пол девятого до десяти будет пресс-конференция где могут все задавать еще дополнительные вопросы то есть до десяти вечера так это понятно и к пол девятого могут приехать все желающие туда это Малахова 179 там где второй вход студия секта там где такси называется да секта называется нашел такую это самое еще и фотографию поставил где вы с этого ролика выдернуты с обличителя Лапкина где вот такой ну вообще здорово это явно дело что еврейская рука как говорит масона масона бросая стрелы не показывая руки ну в общем так мы выходим пораньше с Галиной и ты по улице когда к нам направляешься с гостиницы Алтай Алтай где гостиница находится около вокзала или или на Ленинске да около вас около вас на Ленинском Ленинском и интернациональная по моему там улица или Королевская мы к гостинице и подойдем ну вот так и так лучше будет ну вот видишь как хорошо что толкемся вроде на месте на самом деле мы уже движемся да так не забудь переходи провод длинный возьми не забудь и возьми тройник переключать на разное тройник ну да возьму тройник хорошо тройник такой чтобы было под все розетки а то советское что-то не спочется хоть к наздрюлям подключай ну как будто бы маленько маленько что-то у нас это проясняется чтобы без паники было и вот это я у него спросил говорю можно еще второй оператор будет он с таким скрипом скрипом ну что же вы меня так уж нагибаете ну ладно ему он боится что-то мешать ему будут кое-как согласился да ему это как мешать он никакой тут на тяге то нет он задал вопрос они у него записаны что его и у него вообще ничего не смущает он вопросы задал прочитать вопрос с его стороны можно в полупьяном виде быть это съемка это съемка он говорит это не не ток-шоу где много людей он боится а ток-шоу будет еще нет и съемка идет когда я неоднократно участвовал в съемках и чтобы до одного человека высчитать такого нет я брал с собой всегда 2-3 человека и все сходило я еще позвоню в Алтайскую правду сегодня знакомые журналисты фотограф Балабуев Каспришин но он будет недовольный если фотограф будут там отвлекать ходить пофотографировать можно будет и в 9 лучше к 9 приглашайте фотографов никуда эти фотографии не делаются может никто и не придет может никто и не придет да приглашайте к полдевятому он это же он откупил студию что он хочет с 7 до полдевятого только чтобы он был один и вы все а потом уже до 10 он уже дает это время пожалуйста я им скажу корреспондентам такой порядок вы в какое время придете если придете раньше вас могут не запустить а может он зайдет он скажет ну заходите может так но им то тоже корреспондентам полтора часа там сидеть ждать зачем это надо у них тоже свое время есть пусть девяти приходят они предупреждены если придет раньше а скажут приду может меня запустят журналисты они такие везде пронырливые там папарацци поэтому он и перестраховывается то есть он не хочет чтобы пол седьмого он от студии откупил а туда приехало 50 человек и что он будет амон вызывать он и говорит что не надо никого он предупреждает и нужно пойти на это есть время девять часов приходите хоть двести скажет который мы должны сказать людям он говорил так а приехал у него может и мнение другое быть мы должны это предвосхитить мы же не заталкиваем туда мы заранее предупредим кто придет корреспондент и запустят нет а потом общая на пресс-конференцию ну вот я для того и говорю заранее предупредить корреспондент сам будет будет решать стоит ему раньше на полтора часа приезжать или не стоит я всегда приеду на два часа раньше и буду стоять и просить кто кто в первую счастье я где бы не было я приду раньше и все равно проникну туда это не тот случай как это поехала купаться ну хоть покупаясь со всех сторон окружает только она разделась купаться то уехали там на своей лодке яхте она только только подумала воду спускаться смотрит из-под воды фотоаппарат высовывается люди гоняются незачем вот он тоже перестраховывается он всегда на свой аппарат ищет параллельно снимает потому что какие-то НТВшники могут там повырезать кое-что то есть у него своя дополнительная камера и наших две то есть это достаточно я считаю ну ладно хорошо это мы на сегодняшний день судим то завтра может вот скажет а почему только три а не четыре мы должны предвосхитить возможные изменения четыре видеокамеры там будет какая-то одна из них должна все-таки все заснять а то и все четыре вспомни вспомни как в епархии было тут два епископа когда были и когда они изменили что-то я встал и вышел и тогда мы разделились на две группы батюшка туда зашли к ним а мы пошли по домам помню я это конечно тогда Максим спросил нашей Евтихии что Игнатий не вернется он говорит никогда раз вы изменили как договор был нужен это не пойдет а в следующий раз когда уже назначили все они открыли двери корреспонденты все их тоже надо учить к порядку научим ну ладно ну ладно у нас тут есть человек 10 будут молиться за нас тоже это молитва по соглашению помоги вам господи Сергей я отхожу все с Богом мне самому приходится в храме топить вы что меня бросили одного да на улице это холодно я вчера толокся толокся мысли бьются по разному пошел температуру посмотрел и все таки уже к подъемкам пошел топить печь уголь таскать золу вынимать дрова стал таскать ну позвонили бы я может приехал нашел бы время я подумал ты заняты ну да вчера сложный день вчера в администрации был я ну вот сегодня надо будет наверное тоже истопить ветер-то какой-то холодный северка дует все отошел да сегодня приеду тогда истоплю ладно ну я не знаю сегодня там тепло еще не надо тогда ладно вечером будет какая температура завтра ехать где-то всегда звони мне там от гостиницы допустим оторвать все хочешь обязательно позвони и гляди чтобы мы мимо не прошли мы будем держать путь на гостиницу все отошел хорошо пойдете вы по ползунову значит по ползунову по этой стороне конечно как выше направо повернули мимо министерства юстиции хорошо договорились все ушел с богом я я м л